Мальчик попал в городскую больницу Железногорска в прошлую пятницу, 22 января. В стационар его доставили прямо из школы. Врачи диагностировали незначительное обморожение ног и сразу же сообщили о происшествии в полицию. Сам ребенок и его мама назвали совершенно разные причины этого ЧП. Был ли факт на самом деле именно таковым, как излагает ребенок, а ребенок излагает, что за плохие оценки мама его заставила кросс бегать вокруг частного дома по их приусадебному участку мама, поясняется совершенно другое, что ребенок сам вышел. При этом был обут, но долгое время находился на улице, в связи с чем ноги у него замерзли. Нам удалось связаться с родной сестрой мальчика. Она говорит, 4 года с того момента, как его усыновили, они не общались. Но сейчас девушка, которой исполнился 21 год, хочет забрать его в свою семью. Я ездила позавчера в опеку, писала заявление, что я боюсь за его здоровье, что я не хочу, чтобы его обратно отдавали в эту семью, и что я готова его забрать к себе домой. Просто раньше как бы не было возможности, да и возраст мне не позволял. А сейчас все у меня хорошо и позволяет все. Существуют ли реальные причины опасаться за судьбу мальчика, предстоит выяснить полицейским. В семье есть еще один маленький ребенок, и никаких поводов для беспокойства со стороны социальных служб раньше семья не давала, заверили в отделе опеки. Семья ни разу не попадала в поле зрения служб системы профилактики. Ни одной плохой информации об этой семье не было. Более того, она характеризовалась положительно. Поэтому говорить о том, что ребенок жил и мучился в этой семье, это неправильно. На время проверки ребенок по согласованию с родителями останется в больнице. С ним и его родителями будут работать психологи. В случае, если вина взрослых будет доказана, специальная комиссия примет решение о мерах ответственности. Алина Штоколова, присоединитель компании «Время местное» в Железногорск.